Ай, что ты! Улифестиваль! Иди, пожалуйста! Улифестиваль! Крики, кровь, столбы пыли и сплошные разрушения. Все это результат российской атаки на Краматорск 27 июня. Первый удар был нанесен в 19.30 по киевскому времени по кафе в центре города. В результате чего под завалами оказалось порядка ста человек. На место трагедии незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Российские паблики и пропагандисты сразу же начали распространять информацию то о корпоративе военнослужащих ВСУ, то о пребывании в здании иностранных наемников. Но что еще более невероятно, так это заявление Министерства обороны России. Во-первых, они фактически признали, что нанесли удар по Краматорску. Во-вторых, они заявили о поражении, цитата, пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Вот только каким образом в работающей популярной пиццерии мог размещаться такой пункт дислокации, в российском Минобороне не уточнили. А одним из так называемых иностранных наемников оказался волонтер из Нидерландов. Огонь, дым, люди лежат до пол, люди попробуют уезжать, много кричат. Это было очень-очень тяжело, и мы очень счастливы, чтобы быть живым. И я не уверен, если все-таки survive. Я не точно знаю, или в чем живут. Реалии нашей жизни Донбасса. Да, это Донбасс. Мы уже видели результат, но сейчас мы видели сам, как это есть. На момент публикации видео известно об 11 погибших. 61 человек пострадал. Среди погибших есть и несовершеннолетние. Трое девочек 17 и 14 лет. Также ранение получил ребенок 2022 года рождения. А ты видел беби? Там маленький беби был. Видели? И он внутри там. Мы пытались, мы ломали крышу вот эту из асфальта, чтобы туда долезть. На место трагедии выдвинулись волонтеры, которые с первых минут помогали в разборе завалов, что облегчило работу спасателей и полицейских. Начали разбирать завалы из кухни. Нашли там уже одну двухсотую, одну живую женщину. Достали, слава богу. Сейчас постепенно перемещаемся, команда, в зал. Здесь сейчас есть также один двухсотый, известно, что и одного пытаемся достать мужчину. Целый, слава богу, вроде как не вредим. Скорую, я думаю, уже вытащим. Непосредственно из зала вытащили женщину. Скорее всего, нога сильно травмирована, а так нормально. Рядом возле нее двухсотый лежит, но пока его не трогают, он под плитой. Сейчас кран работает, будем вытаскивать. Дальше в подваре обследовали, вроде бы больше никого нет, но пока идут работы, вы сами видите, что точно сказать невозможно. Никто не знает, сколько было людей в кафе. Ночью троих тяжело раненых людей отправили в Днепр. Остальные же были доставлены в местные больницы. В течение всего дня сотрудники ГСЧС пытались достать из подвального помещения людей. Но конструкция здания затрудняла процесс разбора завалов. Работа еще продолжается, потому что там, мы видели, очень мощная плита, монолитная, которую невозможно было. Протягом последних десяти часов есть разбит. Сейчас наш блоккет ее разбивает. И мы очень надеемся, что те люди, которые там залишаются, значит, будет один, может быть еще один. В итоге разбить плиту все-таки удалось. Вентиляция Помимо удара по центру города, российская армия попала и по поселку Беленькое, ранив четверых людей. На проезжей части вследствие удара образовалась воронка диаметром около трех метров. В ее основании оставались обломки ракеты. Две ракеты «Искандер», «Искандер-Кар», это все лище Беленькое, где было поранено четырех людей. СБУ заявляет, что навел эти ракеты один из сотрудников местной газораспределительной службы. В 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Теперь на месте когда-то популярного и уютного кафе одни руины кроматорчане и гости города недоумевают от произошедшего. Хотя не удивлены тому, что Россия способна бить по мирному населению. Это очень плохое и цинично, но я не удивлена, что сюда прилетело. То есть, знаете, какой-то один острый, даже мы с побретением, просто прийти пообедать, там смачно, какого-то хава попить. Ну, в самый раз там сидели. Это не люди, это сволота, это мразота. У меня нет света, я не знаю. Я в распачи, злый, как собака. Нет света у меня. Это кто-то знал, что тут скучание народу, что тут люди приходят покушать. И вот так вот, на вечеринку. Я не знаю, у меня света у меня нет, честное слово. Одна злоба. К сожалению, из-за близости фронта воздушная тревога не успела включиться. Такая ситуация не редкость для прифронтовых городов, таких как Краматорск, Херсон или Запорожье. Поэтому все находившиеся в помещении люди не успели перейти в укрытие, либо покинуть пиццерию. Субтитры создавал DimaTorzok